Старая мельница крутится, вертится, пьется, а как вода, да-да-да, старая мельница все перемелется, только любовь никогда. Приветствую вас, дорогие друзья и гости моего канала Цветочную Сату, Аленушкин. Сегодня я, друзья, хочу посвятить видео моим любимым многолетникам. Это, конечно же, друзья, клематисы, которые только-только начинают зацветать, первые цветочки. Очень на некоторых сортах большая в этом году бутонизация. Есть махровые сорта, которые ярко показали в этом году свое первое цветение. Поэтому, друзья, оставайтесь, я в этом году буду снимать много видео, так как сортов на моем участке клематисов очень много. Я думаю, вам понравится и вы оцените этот цветок. Расскажу поподробнее, потому что для новичков интересно, что это такое первая группа обрезки, вторая группа обрезки, третья группа обрезки наших клематисов. Ну что, друзья, приглашаю на прогулку. Пойдемся. Начну, друзья, сегодня с прекраснейшего сорта. Это новичок на моем участке. Сорт клематиса называется Токи, бесподобный сорт, способный создавать уникально белоснежный шлейф. Сорт был выведен секционерами из Японии. Относится ко второй группе обрезки. О группах я расскажу вам позже. Это слабая группа обрезки. Растение вырастает высотой от 1,5 до 2 метров. Цветы достаточно крупные и диаметр, друзья, может составлять от 15 до 20 сантиметров. Но так как у меня первогодка, то есть полноценная первогодка, в прошлом году весной была посадка, показала несколько цветочков, но в этом году, вот так через год он показал уже побольше цветов. Начало приходится цветения на начало июня и продолжается до сентября. Сорт отличается высокой зимостойкостью. Обратите внимание на этот прекраснейший ранний, друзья, сорт. Встречайте красавчика, который отличается от других сортов клематиса своими красивыми махровыми цветами. Сорт называется Red Star. Обладает уникальными такими характеристиками. Ярко-розовые махровые цветки диаметром от 8 до 10 сантиметров. Период цветения приходится с июня по август. То есть цветение у этого сорта очень длительное. Высота растения 1,5 метра. То есть он невысокий. Хорошо даже будет смотреться, если вы выращиваете в контейнерах. Зимостойкий сорт. Компактный. Очень обильно и продолжительно цветет. Поэтому, друзья, если вам негде выращивать на участке, прекрасное решение будет вырастить этот сорт в контейнере. Для всех желающих можно будет найти применение и поселить у себя в саду либо в дворике этот прекрасный сорт Red Star. Вторая группа обрезки. Ну а теперь клематис, который зацвел самым первым у меня на участке. Сорт называется Nelly Moser. Крупно-цветковый сорт. Вторая группа, друзья, обрезки. Цветы в крупные, двухцветные. Светло-розовые. Яркие розовые полоски посередине лепестков. Но даже этот сорт, при его цветении, когда распустился первый цветок, второй и так далее, несколько цветков, менялась окраска, даже появлялся где-то и лиловый оттенок. То есть здесь преобладание и светло-розовые, и лиловые, и белые. Посередине полоска насыщенно розовая. Пурпурные тычинки. Вот такой прекрасный, красивый сорт. Вот крупные цветы, друзья, очень крупные. Ну, а теперь, друзья, сорт Крематиса, который был у меня под вопросом. Название я его не знала. Но при помощи моих подписчиков и зрителей, они помогли определить этот сорт. Называется Невеста. Этот сорт, кстати, у меня посажен на другом участке. Естественно, я потом его сравню. Но как много было сообщений и комментариев, и в личном сообщении, что все же сорт этот Невеста. Еще я не поняла, какая группа обрезки, потому что он у меня два года. И именно выходит из грунта. Как бы похож, как на третью группу обрезки. Но будем наблюдать, смотреть. Очень раннее цветение. Тоже показал себя наравне с Нелли Мозер, с сортом. То есть в одно время они зацвели. Здесь рядышком первые цветочки появляются у Крематиса Мультиблю. Вторая группа обрезки. Но о нем я расскажу попозже, когда побольше покажет своих цветков. Еще один сорт. Встречайте. Многим он знаком. Многие хотели приобрести этот сорт и посадить у себя в саду. Сорт называется Солидарность. Феноменальное украшение сада, потому что это красиво цветущий сорт. Имеет цветы ярко-красные, бархатистые. Если присмотреться, то можно заметить слегка светлую полоску посередине лепестка. Диаметр цветка, друзья, достигает 16 см. Цветение всегда обильное. Длится она с июня по сентябрь. Высота растения достигает до 1,5 метра. То есть это очень компактный кустик, который вырастает в высоту небольшую. То есть если у вас не высокие опоры, не высокое ограждение, то смело сажайте этот красиво цветущий ранний сорт. Ну а теперь любимец многих садоводов, цветоводов, конечно же, Жакмани Альба. Очень красивый сорт. Имеет крупные цветы до 20 см. Они бывают и махровые, и не махровые. Но этот клематис, как я заметила, очень восприимчив к болезням. В прошлом году тоже начиналось такое заболевание, как вилд, увядание побегов. Я его и проливала, и обрабатывала по листве. Но в этом году тоже мне не очень нравится его листва. Но стараюсь обработать, стараюсь спасти, чтобы наслаждаться и дальше. Это красотой белоснежных цветов. Вторая группа обрезки. Цветет он на побегах прошлогодних. На побегах текущего года он у меня как-то не получается увидеть цветение. Побеги не выходят из грунта. Поэтому наслаждаюсь только цветением на побегах прошлого года. Вашему вниманию еще один красавец. Ранний цветущий сорт. Он у меня на участке уже несколько лет. Называется этот сорт Blue Ravine. Вот такой красивый лавандовый цвет у него. Лавандово-фиолетовые цветки с темно-пурпурными тычинками. Диаметр цветка достигает 16 см. И одно очень красивое цветение. То, что цветочки начинают появляться с самого низа растения. То есть от где-то 20 см от земли уже первые цветы. Они очень красивые. Волнистые краешки. Кончики удлиненные, заостренные. Цветет этот сорт всегда обильно и начинает цвести еще в мае. С конца мая появляются уже первые цветы. Летом цветение повторяется. То есть с мая по июль он цветет. А с июля уже начинает слабое, конечно, цветение. Но цветки одиночно еще можно увидеть. Высота побегов может достигать у этого сорта 2-3 метра. Морозостойкое растение. Рекомендую этот сорт, потому что вот такой. Издалека смотрится нежно-лавандовый глубокий цвет. Очень красиво. В миксе с белым цветом даже можно сажать по 2 растения. Будет превосходно. Следующий сорт клематис показал свой только самый первый цветок прошлого года посадки. И название необычное. Ха.ф.янг. Крупноцветковый. Второй группы обрезки. Сорт обильно цветущий, но дает такую умеренную силу роста. То есть не так быстро развивается. Но стоит только посадить этот цветок и дать ему несколько лет развития. Он вам покажет и полумахровые цветы в первую волну цветения, а во второй одиночные. Цветки крупные, могут достигать до 22 сантиметров диаметра. Лаванда голубого оттенка. Друзья, и все. Надеюсь, понравилось мое сегодняшнее видео. Не забудьте поставить пальчик вверх. Лето, друзья, только началось. Все на бутонах. Я думаю, что наши клематисы еще покажут всю свою силу, всю свою мощь в цвете. И вам понравится, если вы новичок, этот прекрасный цветок вы захотите приобрести и посадить в своем саду. Всем мира добра. До новых встреч, до новых интересных видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok